Вот такую же мокроватую сметану краски кинуть на весь холст. Чтобы потом, взяв тряпку, у тебя будет точно такая задача, смотри. Чтобы потом взять тряпку, сделать из нее некую подушечку, фигушку, вот такую. Все, что ты положишь, мягко распределишь по толсту. Сначала ты на весь холст накидаешь, потом мягко распределишь. Не разбавитель только, а именно такую разжиженную сметану. Уложила. Уложила, все лежит тихонько, разумненько. После этого берешь основные цветы. Голубой, розовый. То есть, чтобы найти некий главный цвет здесь, это голубой, розовый плюс коричневый. И уже вот этими темнотиками начнешь создавать идею пятен. Просто перечислишь пятны. Здесь геометрично, здесь нарочито вертикально. Хорошо? Так и приличное отражение. То есть, вертикальное настроение. Хорошо? Давай так, держи. Ну, а у тебя просто будет голубой. Значит, сделать из этого фигушку, а не просто анимойку для окна. То есть, сделать фигушку. То есть, сделать фигушку. Рабочий инструмент. Хорошо? И уже рабочим инструментом произвести намеки на рисунок. Прямо добираешь вещества. Если надо, добавляешь вещества к жидкости. А я не знаю, вот какой-то сценарий. Ну, это разбавитель для живописных работ. Какая разница, собственно, какой он. Главное, чтобы не тройник. А просто, так сказать, скифидар или пластырь защищенный. Набираешь, 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 набираешь. Если надо, коричневизну где-то увидела. Увидела. Набираешь, отражаешь все это. Отражаешь, набираешь. Чтобы потом... Так. Так я, вот, данный инструмент необыкновенный. И необыкновенный инструмент имеет зазубрины. И эти зазубрины оставляют вот такие забавные средства. Итак, если мы хотим показать это множество, нам очень удобно рисовать множество. Посмотри, что делается. Это дом? Посмотри, что делается. Это же элементарно, правда? Вот они и так же. Вкусням бы? Но, этим же инструментом можно еще, знаешь-ка, вот так. То есть, чтобы не рисовать все, чтобы не вырисовывать все, нужно как-то снохальничать. И он дает возможность снохальничать. Это вкусно? Он, если надо, подрисовал. Он, если надо, распределил. И создается такая мглистая история. Мало того, отражение. Не всякое отражение. И сразу другая, рядом с этой конструктивностью, да? Вдруг поэтичная такая мягенькость. Еще красивее, правда? А когда, вот это все будет перерублено. Мазочками. Ледико. Все станет вкусным. Кроме того, вот темные места на крыше тоже. Кто смахивает на крыше? Смахивает. Если надо, прямо всей плоскостью. Если надо, только острием. Давай так. Единственное, что домики немножко такие. Покосившиеся. А это Питер. Питер это стройность. Поэтому всячески продемонстрировать всякую стройность. Никаких закругленных шапок домов. Логично? Плюс недостаточно светлые. Это уже второй ряд. Смотри, он прямо в тумане, в тумане. Поэтому немножко подзбреешь краску. Подзбреешь. И перемелишь. Перемелишь белильцами. Потом как зубную пасту довызаришь. Перемелишь белильцами с голубильцами. Все это добро. Дальнего. Чтоб оно стало максимально бредным. Хорошо? Перемелишь, перемелишь. Хорошо, когда оно внятно стало на заднем плане. Тоже протрешь. И туда не клади, будет постоянно падать. Клади где-то здесь. Все прекрасно видно и так. Тебе не предстоит вырисовывать. Поэтому общую ситуацию ты будешь видеть. Когда ты это сделаешь, ты все тем же инструментом немножко здесь порисуешь, где-то им выдашь идею окон. А там вдали даже и без идеи окон. Мастихину. Ты потом возьмешь белильца. и создашь вот такие очертания. Ты видишь, до сих пор темные, да? Все-таки они темные. Еще их бери. То есть, когда мы вот так отсекаем, у нас именно питерский характер крыши формируется. То есть, когда мы берилами вот так отсекаем. Правда, какие-то, какие-то нахлобучки на крышах. Вот у нас тут же вырезаем какие-то трубы и другие нагромождения. А эти белила превратишь в небо. Вот так раздавливая. Раздавливая. Мера краски небольшая. То есть, при том, что краска есть, но ее не так много, чтобы она была не моделируема. То есть, она мера такая моделируемая. Хорошо? Даже вот эти звуки, пускай, может быть, застанут. Мало ли, еще какие-то дома дальнего плана. Давай, давай, в таком плече. Красиво. Очень красиво. Срочно за ножом. И не мрачно. Особенно не мрачно станет, когда появится вот этот вот лед внизу. Значит, мы с тобой чуть-чуть подбросим отражений нарядных. Уже немножечко повеселее. Вот так, прям висящики, висящики отражения. Он преувеличил длину на фотографии и преувеличил длину отражения. Он взял вот этот дом и кинул сюда. Ты видишь это? Для чего он это сделал? Чтобы собрать углы. А мы подавно должны так поступить. Мы это увидели только потом-потом. Он кинул вот этот дом сюда, перевернул изображение, кинул. Для того, чтобы увеличить висячие стени. А нам и подавно так стоит поступить. Поэтому у нас и здесь тень дошла почти до низа. Поставила на ребро, довела до низа. Вот этот домичек потянуть пониже, пониже прямо. Взять ножичек. Тоже немножечко наметить эти чуть-чуть узнаваемые этажи. Вот они. Вот они. Чуть-чуть. Ну и здесь тоже красниночку подбросить. Тоже чуть-чуть там где-то порасчерпить. Чуть-чуть. То они виднеются, то они не виднеются. Здесь все довольно грубенько, для того, чтобы потом все это накрыть, делаем. Лишать немножечко голубинкой из грязнинки. Вот какая грязнинка подмешалась, та и хороша. Вдоль линии этих бордюрчиков уложим лежачку льда, который к краям формируется. Здесь у нас разница то ушло туда внутрь, это ступенечкой отсюда отступила. несколько голубовато. А здесь сначала голубовато. Голубовато. То есть это подтонувший ледок. Подтонувший. А потом неподтонувший. И причем двумя крупными двумя крупными стайками. Одна стайка. Вот, смотри, смотри, лед. И вторая стайка уже более крупная и тоже раздавленная. То есть это то место, где снег еще даже залег и вообще где всплыл лед. А это где? Ну, в верхней части айсберга подводная. сразу белизна, какая-то нарядность появляется. Кроме того, подобное же вот здесь вдоль этого домика машины еще что-то там кинуло пятно, разбомбило, что-то сформировалось. Мигание машин и прочего ничего никто ничего не рисовал. То есть это просто баловнятина. Ну, такая пикнистая и контрастная. Чуть-чуть можно раздать эти столбички сегменты. Да? Чуть-чуть раздать вот эти сегменты. А ну, да? Кроме сегменты. Так-так-так-так-так-так. И под самую линию подбросить. Тоже и ножом, и мастихином вот эти вещи совершить. нож нож не дает прорисовывать толком. Создает такое вихреватое изображение, которое очень нас интересует. То есть мы очень часто видим живопись, где толком ничего не прорисовано. Однако звучит. Да? Но выбор инструмента дает возможность это сделать интересно или неинтересно. Вот кистью все тоже будет вынуждать прорисовывать. А нож или еще какие-то мастихин и прочие вещи не вынуждают прорисовывать. Наоборот даже. Ты посмотри. и уже на этом будут у нас следочки льда и затонувшего льда. Позвешно. Тоже вот эти вещи на домах можно прорисовывать и можно обойтись вот такими звуками. закругленный дома в ту сторону выразили колонны понатыкали просто общий характер звучит звучит потому что наброского потому что очень рукотворно правда нечаянно но очень прикольно не знаю оставим или нет но прикольно ну там хорошо прошлось хорошо может быть здесь чуть-чуть сильнее тоже вот красивый поступок пусть живет пусть даже вот так прозрачно живет хорошо поставил супер ты первая вот так правильно разобралась с размером окон обычно их сразу там ставят вот такой величины а ты заметила так небочку там может быть еще какое-то содержание пацаны вот такое вот такое да вот такое и может быть этому домичку еще поддать ну крайний случай можно и берила подогнать туда прикольно хорошо давай молоча все у тебя хорошо все у тебя умненько единственное чуть-чуть смотри смотри чуть-чуть обобщеннее вот эти места то есть снежочек там попадал и еще не растаял вот такие места дорожечки вдоль серединки вот этих вот вот оно вот оно змейкой змейка уползающая создает ощущение ухода вдаль молодец это культурненько красоту какую напустила не знаю мне здесь все нравится художник делал вот это художник как вот здесь остались да вот эти цветной кипи ну не знаю все по-моему раздавление да холодец ну рев��ón